О государственных и муниципальных закупках, возможных чрезвычайных ситуациях говорили на еженедельном совещании руководители органов власти Чуваши. Организации, которые будут строить и ремонтировать дороги, дома, детские сады и школы в соответствии с законодательством, определяются с помощью аукционов. На электронных торгах также выбирают поставщиков необходимых товаров и исполнителей различных услуг. В 2015 году органы власти всех уровней разместили на торговых площадках информацию о закупках на сумму 21 миллиард рублей. Практически все аукционы правительства республики отслеживает с целью проверки эффективности использования бюджетных средств. Правда, есть торги, которые не контролируются. Не контролируются, это, как правило, закупки продуктов питания, в школах, детских садах, канцелярские принадлежности. Вот по ним, к сожалению, сегодня муниципальные органы власти пользуются, как правило, закупаются у единственного поставщика. Кто больше всего проводит неконкурентными, это Красночитайский, Батринский, Бринский, Алатринский, Цивильский район, Маргаушский район. Это больше 50%, почти 60% всех закупок они проводят неконкурентным способом. Проверять такие закупки на предмет коррупции сложно, так как необходима жалоба. А жалоб порой не бывает. Иногда закупки носят высокую бюджетную эффективность, когда запрашивают одну цену, останавливаются на другой, намного ниже. Это тоже неправильный подход к организации аукциона. Высокая бюджетная эффективность, она, в принципе, особо ничего хорошего не говорит. То есть, если, ну, как и обратное, если высокобюджетная эффективность, значит, оценку рынка произвели достаточно некачественно. По данным Минэкономразвития, такие результаты торгов были выявлены в Госком имуществе, Госжилинспекции и Госкомитете по чрезвычайным ситуациям. Чтобы такого было меньше, Министерство экономики регулярно проводит семинары, на которых объясняет, как надо формировать бюджетную заявку. Последняя законодательная новелла – значительную часть услуг и работ теперь могут выполнять субъекты малого и среднего бизнеса. Руководитель ГКЧС Вениамин Петров рассказал, что в республике уже два месяца действует специальная программа по предупреждению чрезвычайных ситуаций. За это время снизилось количество пожаров и аварий. Но расслабляться не стоит. Основные причины на сегодняшний день больше всего – это нарушение правил установки и эксплуатации печей, 47 пожаров или 26,2%. Следующее – нарушение правил установки электрооборудования, 25%, 45% пожаров. Неосторожное обращение с огнем, тоже 45% пожаров, 25%. Растет уже и в прошлом году, и в этом году количество пожаров, возникающие на автотранспорте. На этой неделе синоптики опять обещают оттепель и дожди. В связи с этим председатель кабинета министров Иван Маторин обратился к руководству столицы проверить состояние пешеходных дорог. Очень скользко. Перепады температуры оставляют последствия. Днем тает, вечером морозит. Но это требует усилий сотрудников управляющих компаний, дорожных служб города. Работу в этом направлении проводили. Сегодня еще раз обозначили это на городской планерке. Поставили задачу управляющим компаниям проводить подсыпку. Вместе с компаниями обработку пешеходных дорожек должны проводить и учреждения, за которыми закреплены территории. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.